МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двадцать шесть лет. Почти двадцать шесть. В декабре девяносто шестого года пришло. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прием-передача дежурства, ознакомление с ситуацией вообще в городе, в районе, в республике. Потом милосмотр техники, инструмента, подготовка к дежурству. Обязательная ситуация есть. Проводится раз в три года. Ну и также переход с класса со спасателя, спасатель третьего класса. Это все через три года. Родные положительные. Не было никогда такого, что там, зачем тебе это надо? Устали от твоих командировок. Нет, такого нет. Надо, надо. Командировки в основном вот у нас весенне-летний период проходит. Это связано с паводковой установкой и пожарами. Можно, но, так сказать, с осторожностью. Чаще всего мы, допустим, в семье, мы уже даже не планируем, чаще это происходит спонтанно. И желательно недалеко. Когда как. Это бывает так, что и два дня, допустим, вообще тишина, вообще ни одного вызова. Бывает так, что вот спустя эти два дня там уезжаешь чуть ли не каждый там полчаса, час. Не то чтобы нарастает напряжение, да, но иногда телефон так раз в трубочку поднимаешь, послушаешь. Ну, не гуди, значит, телефон, все нормально. Прям страшно. Ну, был случай, когда ездили в поселок Лебедин, это Алганский район, доставали водолазы наши, доставали Ниву, которая упала в затопленный котлован. Не то чтобы страшно, но ощущение такое было, когда вскрыли мы эту машину, вскрыли, и там внутренняя обшивка была вся разодрана. Люди пытались выбраться, и то, что там ребенок еще находился, вот это было. Самый, ну, наверное, можно выделить, когда на 17-м квартале в общественном туалете женщину доставали из общественного туалета. Это было, конечно. Подошли, спрашивали, как ты сюда вообще попал, а он там стоит вот так вот, одна голова только торчит. 500 рублей, говорит, уронила. Я говорю, нашла? Нет. Искать будешь? Ну, и она нас там матом покрыла. Ну, вытащили. Да там сотрудники скорой помощи говорят, а что нам с ним делать? Не знаю, вот отмывать, не знаем, что с ним делать. Это уже не наши проблемы. Иногда, конечно, такое показывают, что оно не может быть. Да разве у нас такое возможно? Спят они все по-видимому. Просто так зарплату получают, ничего не делают. Я особо не люблю, что-то нет, что я спасатель не работает. 20 лет работы, ни разу не видел скелет кошки на столбе, это точно. Два-три случая за год бывают. Да, бывает такое, что мысленно все равно прорабатывать, что это возможная ситуация. Может быть, у меня дети считают, но у меня нет. Такого не было, чтобы не удавалось, да? Нет, хотя, смотря с какой стороны посмотреть, дело в том, что был случай, когда приехали на ДТП, беглый осмотр провели. Я спросил сотрудников скорой, говорю, вы его обкалывали, обезболивающим? Нет, а смысл? А что так там? Ты, говорит, сзади посмотри, а голова прижата была к подголовнику. Я обошел, посмотрел, отвел второго спасателя, говорю, пойдем покурим. Пока умрет, подождем. Стояли, покурили, человек скончался, потому что, ну, возможности спасти его не было, потому что открытая черепная мозговая травма, но он еще дышал, но тоже, видимо, на уровне рефлексов уже было. Возможно, нет, потому что не сталкивался с такой ситуацией, чтобы, если кипа человек умирал, я не смог помочь, возможно, поэтому не было такого. возможно, впервые, когда сталкиваешься, допустим, с жизненной, с ситуацией, когда человеку, которому ты помогаешь, допустим, то есть можешь помочь, но уже в силу каких-то обстоятельств не можешь этого сделать, допустим, там у него травмы, несовместимые с жизнью. возможно, вот это вот, как-то пережить это, принятие вот этой ситуации, возможно, вот это вот самое тяжелое, а потом, потом привыкаешь. Просто у меня случай, когда жена звонит, все делаешь, я говорю, труп достаю из реки, она, фу, там, свои эмоции, потом звонить через полчаса, все, все достали, да, достали, все делаешь, кушаю. Как ты можешь так? Ну, это уже привычка. Возможно, вот даже, когда я говорю, что привычка, это не столько привычка, то есть, если совсем уже так привычно к этому относиться, это уже профессиональное выгорание и рутина, поэтому в таком состоянии уже сделать, здесь делать нечего. Но привыкнуть, так сказать, в каком-то психологическом плане, к этому нужно. Возможно, да, вот в психологическом, потому что, ну, немногие выдерживают это. Когда уже совсем черт и стал, тебе делать нечего в этой профессии. Нужна? Ну, скорее всего, не так часто, наверное, но может быть, нужна. Да, действительно, начинающим, потому что те, кто там уже по 10-15 лет отработал, им особо не требуется. бывает такое. Срочно приезжайте, в квартире у нас бабушка, дверь не открывает. Как долго не открывают? Ну, там, часа 3, допустим, приезжаешь, бабушка там уже сама дверь открыла, чего вы не стучите? это считается, как ложный. Ну, вот основные, это вот протирать машину, мыть перед, перед заступлением на дежурство. Не стоит протирать СГУ и чистить обувь. Это было точно, потому что как-то сделали такое, и все, мы, с выезда, с выезда на выезд, мы отмотались в учебных центрах, которые там, в Иркутске, в Москве, Ногинский центр. Ну, не то, чтобы хотел, но если выберет профессию спасателя, почему бы и нет? Ну, наверное, человеку с неустойчивой психикой. Мне кажется, нет такого разделения, что страшнее, это все страшно. Нет, не припомню, потому что как-то при любой ситуации все равно изначально еще нужно и себя подстраховать, проверить все факторы риска. Ну, того, чтобы, допустим, не нравиться, такого нет. Если, знаете, если бы что-то не нравилось, многое, что не нравилось, я бы, наверное, не работал. Сама профессия, нравится профессия, потому что я, говорит, заметил, что за последние несколько лет заметил, что ничего другого это и не было. Может, и умею, но не хочется. Так сказать, не приносит такого удовольствия, как работать спасателем. Удовольствие, знаете, не в материальном плане удовольствие, а в лучшем эмоциональном. Субтитры создавал DimaTorzok